Кто такие казаки? Порой на этот вопрос сложно дать однозначный ответ. Это не национальность и не коренной народ, живущий на той или иной территории. Скорее всего, это социальное сословие, создавшее свою культуру, традиции и образ жизни, которые прежде всего ценили свободу, но в то же время были защитниками Отечества. О том, как 440 лет тому назад появилось сибирское казачество, рассказывает новая выставка в поезде музея Новосибирского метрополитена, презентация которой состоялась 11 апреля. Это очень интересная тема, это все, что касается наших потомков, жизни, освоения Сибири и, конечно, каждому сибиряку, эта тема очень интересная. И сама очень солидная дата, 440 лет сибирскому казачеству, она широко отмечалась в прошлом году в Омске, были большие сборы, но нам захотелось показать и новосибирцам, вот как вы сказали, этот пласт истории. Сибирское казачество было создано в 17 веке для освоения и защиты Сибири, которая была важной территорией для Российской империи. Местные казаки активно участвовали в строительстве крепостей, дорог и поселений, а также в охране границ и поддержании порядка. Архивными источниками в создании экспозиции послужили книги, выпущенные в разные времена, посвященные сибирским казакам и архивы Краеведческого музея. Очень много книг написано о казачестве, мы постарались выжимки здесь разместить, исследования Георгия Катанаева, его уникальные фотоальбомы, сделанные его сыном в 1909 году, а в 1911 в Омске была большая всероссийская выставка, где быт казаков и служба их как раз через эти фотографии был представлен, совершенно уникальные материалы. На выставке можно увидеть и сегодняшний день сибирского казачества. Это фотографии Новосибирского отдельского казачьего общества в составе Сибирского войскового казачьего общества. Очень важно помнить свои корни, кто мы, чтобы в будущем не совершать старых ошибок, помнить о своих предках. И сегодня сибирские казаки играют важную роль в истории России. Как и раньше, они проявляют себя, как бесстрашные войны, стоящие на защите Отечества. Выставка открылась, поезд вышел на маршрут, и теперь многие горожане по пути следования своего маршрута узнают о том, кто такие сибирские казаки в прошлом и в настоящем. Продолжение следует...